Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт». В студии работает Айсул Махмутова. На Бакануре сегодня утром подняли флаги государств, участвующих в подготовке пуска пилотируемого корабля «Союз ТМА» России, Казахстана и США. Это традиционное мероприятие, которое знаменует начало заключительного этапа подготовки к пилотируемому пуску. Пуск ракеты «Союз ФГ» кораблем «Союз ТМА-08М» запланирован на 00.43 по московскому времени 29 марта. На корабле должен стартовать на МКС очередной российско-американский экипаж. Похищение ученика 7 класса Петропавловской школы подозреваются два бывших сотрудника полиции. Один бывший сотрудник ЛОВД, второй работал в ДВД. Оба, капитан и старший лейтенант, были уволены, как не прошедший аттестацию. Семиклассник был похищен во время возвращения из школы. Похитители затащили его в машину, связали руки и ноги скотчем и завязали глаза. 14-летнего мальчика одержали на съемной квартире. Минувшее воскресенье он был освобожден. Как мотив рассматривается шантаж с целью получения выкупа с родителей подростка предпринимателей. В Экабастуде задержан россиянин, 11 лет, разыскиваемый за убийство жительницы Грозного. В феврале 2002 года вместе с сообщником он проник в частный дом, потребовал у хозяев деньги и золотые изделия, задушил одну из находившихся в доме женщин ее же платком, еще одну жестоко избил. Сейчас россиянин водворен в ВВС. Решается вопрос о его экстрадиции. Ну а в Алматинской области женщина заставляла свою 13-летнюю племянницу заниматься проституцией. Полицейские провели выходные рейды по саунам и гостиницам Талдыкургана. Возбуждены два уголовных дела по сводничеству. В Алматы ограбили центральный офис Каспочты. Двое неизвестных, угрожая расправой, связали скотчем 46-летнего охранника. Затем электропилой вскрыли терминал по выдаче зарплаты сотрудникам компании и похитили более 10 миллионов тенге. Полиция ведет поиски злоумышленников. В разных регионах Казахстана ликвидируют последствия весеннего половодия, сообщает Интерфакс. Так, в Уральске из-за паводка и заполнения канализационных колодцев талыми водами прекращена подача воды. Коммунальные службы не успевают откачивать воду. Подача воды в жилые дома в течение 3-4 дней будет производиться только с 6 до 10 часов утра. Талые воды размыли мост и асфальтированную дорогу, соединяющую семей с пригородным поселком Холодный Ключ. На месте выставлено ограждение и полицейское цепление. Движение транспорта прекращено. Власти дали коммунальщикам поручение принять меры по скорейшему восстановлению поврежденного участка дороги. И к местным событиям. С 13 марта в Актюбе действует противопаводковый штаб, задача которого – помочь актюбинцам благополучно пережить период весеннего половодия. На контроле специалистов городского отдела ПЧС, все микрорайоны города и сельские округа. И на сегодняшний день, как заявляют в штабе, ситуация стабильная. Солнце стало пригревать чуть сильнее и уже заметно, что луж в городе поубавилось. В выходные актюбинцы вдоволь насладились весенним разливом, напрыгались по кочкам, преодолевая глубокие водные преграды. К счастью, начало новой недели порадовало. Паводок, судя по всему, не уверенно пошел в отступление. В данный момент по городу обстановка нормальная, держим под контролем, поступают заявки. Вот первые два дня у нас около 300 заявок было, каждый день 300 заявок. Ну, сейчас уже спад пошла, где-то там сегодня до обеда уже 20 заявок поступило. В противопаводковых мероприятиях задействованы бригады подрядной организации Актюбе «Гордорстрой». Наличие у нее 75 единиц водооткачивающей техники, 4 переносных насоса в помощь стационарным, 3000 тонн инертных материалов. И до простоев еще далеко работы хватает. Заявки продолжают поступать на диспетчерский пульт штаба каждый день. Алло, штаб. Здравствуйте. Адрес скажите? В зоне бедствия, как обычно, частный сектор Москва, ГМЗ, Курмыш, Атарвановка. Плюс поселки Новый, Акжар, Ясный. В общей сложности за пять дней работы штаба с улиц и частных дворов откачали 80 тысяч кубометров воды. Израсходовали 858 тонн песка. Если сравнить с прошлым годом, сейчас воды намного больше. Если делают анализ, в прошлом году 60 тысяч кубов. А уже на сегодняшний день 80 тысяч кубов мы уже откачали. Это намного больше. Серьезных угроз, вызванных паводком, в этом году пока не возникало. И там, где снег вывезли заранее, подтопление удалось избежать. Снег же убирают в этом году. Нормально. И в прошлом году убирали. Сейчас меньше воды стало. Ну, лужи тоже выкачивают. Сами видите. Ну, дорога нужна нам на Москве. Как вы сами знаете, это мечта наших. Наши родители ходили по этой грязи. Мы ходим, наши дети ходят. Желательно, дорога нам нужна. Ой, у нас вообще в этом году вообще страшно было. Вот на днях, буквально два дня назад только здесь откачку сделали, и то нормально стало. Вообще мы в основном на машине ездим. Но здесь дорога вообще страшная. Сколько лет живем здесь, воду таскаем, дороги нету. В этом году, да, снегу убрали же. Снегу убрали, и из-за этого нам легче стало. Конечно, труднопроходимые места еще остались. Горожанам стоит набраться терпения, проявляя особую корректность друг к другу. Ну, а если невозможно подойти к остановочному павильону, к школе или больнице, то не лишний будет напомнить об этом чиновникам. Горячая линия штаба действует ежедневно с 8 утра до полуночи. Ирина Гутиц, Александр Людиновский, программа «Факт». Закончился прием документов на участие в госпрограмме «Доступное жилье 2020 для молодых семей». Претенденты подали соответствующие заявления в отдел ЖКХ. Приложив пакет документов по 7 пунктам. Правда, получат жилье лишь 216 семей. То есть, примерно, каждая пятая из подавших заявку. Всего поступило 1100 заявлений. В первый день сдало 281 человек. В пятый рабочий день у нас сдало 56 людей. Всего 56 людей. Следующий прием документов будет в следующем году, когда у нас будет строиться следующий дом. В целом, как заявляют чиновники, прием заявлений прошел спокойно. Теперь в течение 30 дней специальная комиссия будет определять наиболее отвечающих критериям отбора. Последний будет проходить по обальной системе. Претенденты, набравшие больше баллов, смогут заключить договор с Жилстройсбербанком. А заведение, заселение в новый дом, который строится в микрорайоне Нурак-Тубе, должно состояться уже в конце текущего года. Чита ктюбинских пенсионеров Куник сегодня вернулась из городского бомжатника домой. Десять лет назад у стариков сгорело все имущество. А сама квартира стала напоминать первобытное жилище. Ни света, ни отопления, ни окон. Сегодня же и пенсионеры не узнали свою жилплощадь. Алиса Маринец побывала на своеобразном новоселье. В центре адаптации для лиц без определенного места жительства тетя Рая и дед Василий прожили два месяца. Сюда пенсионеров поселили на время, пока их собственное жилье приводили в порядок. Несмотря на перенаселенность в зимний период в так называемом бомжатнике, старикам предоставили отдельную двухкомнатную секцию. Питанием, говорят, тоже не обидели. Постояльцев здесь кормят четыре раза в день. Сегодня пенсионеры покинули стены центра, чтобы вернуться к себе домой. Возле дома пенсионеров встречали соседи и журналисты. Когда старики зашли к себе, то долго не могли поверить своим глазам. Жилье полностью отремонтировали. Теперь здесь новые двери, пластиковые окна с решетками, чистые новенькие обои и даже ковры. А также посуда, одежда, постельные принадлежности. Ничего этого у стариков не было. К тому же теперь это единственная в доме квартира, где есть горячая вода. Бывшим погорельцам установили специальное оборудование. Радуюсь, что приехала домой, хотя не узнаю свою квартиру, какая она была у нас. Спасибо всем, всем, всем спасибо. Спасибо за все. И вам, и начальству, и нас был. Ему, Назарбаеву, за все спасибо. Читая пенсионеров, 10 лет проживала в нечеловеческих условиях. Во время пожара насмерть отравился сын. До этого умерла дочь. С тех пор пенсионеры потеряли интерес к жизни. Они питались на мусорке, пили горькую и представить себе не могли, что их жизнь станет предметом такого внимания. Но после того, как о стариках написали в прессе, их жизнь круто изменилась. Теперь семью взяли на заметку и в местном собесе. Им нужно в первую очередь обратиться к врачу. Затем терапевт выносит свое заключение и в дальнейшем проводится работа. В любом случае работа будет проводиться. Это в настоящий момент изготавливаются документы Василия Яковлевича. Ремонт взяла на себя местная строительная фирма. В компании это обошлось в 1 миллион 139 тысяч тенге. Не остался в стороне и Акимат. Власти помогли с оформлением документов на само жилье, а также утрясли формальности с комуслугами. Ну а вещами помогли добрые люди. Алиса Маринец, Алексей Уразов, программа «Факт». Зашитый флаг украшает здание Актюбинского кооперативного колледжа. Невооруженным взглядом можно увидеть, что казахстанский стяг некоторое время назад порвался. Но его заботливо зашили, отутюжили и вновь вывесили у здания. Между тем, как отметили в городской прокуратуре, подобная забота для представителей СУЗа может обернуться немалым штрафом. Поскольку по закону государственный флаг должен быть чистым и целым. Этим фактом, как отметили в надзорном ведомстве, займутся правоохранительные органы. К слову, символ казахстанской государственности, предназначенный для вывешивания снаружи здания, в магазинах концтоваров стоит в пределах 4,5 тысяч тенге, что соизмеримо с суммой штрафа. О других событиях дня мы расскажем сразу после короткой рекламы. И продолжим выпуск. Воскзапрет на курение кальяна в общественных местах ввели в Казахстане с 14 марта. Соответствующее постановление за подписью главного государственного санитарного врача страны поступило в Актюбинский департамент госанепиднадзора. И сегодня специалисты озвучили этот документ. По их словам, за курение кальяна в увеселительных заведениях теперь грозит административный штраф. В кинотеатрах, театрах, парках, смотровых и выставочных залах, а также на спортивных аренах и в других закрытых сооружениях, предназначенные для массового отдыха людей, а также в ночных клубах и дискотеках. В ходе, если проверок мы будем выявлять нарушение данного постановления, то будут приниматься соответствующие меры согласно кодекса об административном правонарушении. В Актюбе началось массовое обследование школьника в возрасте от 8 до 13 лет. Цель скрининга – выявить, насколько окружающая среда влияет на детское здоровье. Для этого у учеников берут срезы ногти, волос и кровь. Анализ будет проводиться в России, и по его результатам экологи намерены, в случае необходимости, дать власть имущим соответствующие рекомендации. Мы исследуем состояние здоровья в плане влияния экологических загрязнителей, окружающего воздуха, воды, на здоровье детского организма. Это ни в коем случае не является опытом над ребенком. Это обследование. Будут взяты волосы, ногти, небольшое количество крови, 2 мл. На исследование. Результаты будут переданы казахстанской стороне, в Актюбе. Они не будут секретными. Они будут обнародованы, если по желанию, естественно, родителей. И это исследование поможет определить, как влияют неблагоприятные факторы на здоровье организма, дать рекомендации для лечения, для коррекции. Ну а во Дворце студентов сегодня отчествовали юных ученых. Это участники ежегодной областной научно-практической конференции, состоявшейся в Актюбе 17 марта. Всего на рассмотрении комиссии, в состав которой вошли профессора 5 городских вузов, было сдано более 700 работ по 20 направлениям. Восьмиклассница Алина Кенинова – единственная участница научной конференции, затронувшая одну из самых обсуждаемых тем последнего времени. Ученица 16-й школы написала и защитила проект под названием «Перевод казахского языка на латиницу». С выбором предмета обсуждения Алине помогла любимая учительница. Я выбрала английский язык, потому что сама изучаю английский язык и думаю, что в дальнейшем буду изучать. Выбрала тему «Переход казахского языка на латинский». Думаю, что это послужит для дальнейшего развития Казахстана, технологии, экономики и, конечно же, народу страны. Всего на участие в престижном ежегодном мероприятии заявки подали более 700 школьников и студентов. По словам организаторов, научные предпочтения, юных дарований с каждым годом все разнообразнее, а интеллектуальный уровень все выше. Свою состоятельность в этом плане в этот раз продемонстрировали почти все школы и колледжи города. Работой рассматривала специальная комиссия, в состав которой вошли профессора пяти вузов. Всего было представлено более 700 работ по 19 направлениям науки и техники. Превалируют среди них филологические науки, в частности языки, литература, как русская, так и казахская, история, этнокультура. Авторы лучших работ получили возможность принять участие в республиканской конференции, запланированной на 19-20 мая. Сегодня первый секретарь Актюбинского областного комитета КНПК Жанат Мулдашев празднует 60-летний юбилей. Лидеры актюбинских коммунистов поздравляли не только коллеги по работе, соратники, но также и представители партии Нур-Отан. Демократы вручили юбиляру поздравительный адрес. Жанат Мулдашев с 2008 года остается бессменным руководителем обкома Компартии в нашей области. Помимо того, он является членом бюро Центрального комитета КНПК и курирует работу филиалов западного региона страны. Коммунистические идеи разделяют порядка 5 тысяч актюбинцев. И сегодня у православных начинается Великий пост. Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение 7 недель будут готовить себя к празднованию Пасхи, которая в этом году приходится на 5 мая. Христиане соблюдают этот пост с особенной строгостью, отказываясь от мяса, молока, яиц, даже от растительного масла. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие. Пост держат все православные христиане, но в случае болезни или каких-то таких нюансов, допустим, как беременность, то пост послабляется. Но обычно пост послабляется не самовольно, а по благословению священника. Поэтому желающие подходят к священнику, объясняют свою ситуацию и уже вместе с ним выбирают допустимую пищу, какую они, например, какой им рекомендуют врачи или по состоянию здоровья. В русской церкви всегда призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте – молитва, духовное очищение и совершенствование в стремлении уподобиться Христу. Великий пост – самый древний из церковных постов. Он призван напомнить о 40-дневном посте Спасителя в пустыне. Перед самой Пасхой наступает страстная неделя, когда верующие вспоминают страдания и распятия Христа, за которыми и последовало его воскресенье. Такова информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова